И всем привет, ребят! С вами Сторваник, здесь я записываю новый ролик. Сегодняшний второй видеоролик посвящен нашим анонсам. Буквально только что я записал видос и выложил на канал с новым ивентом. Если вы вдруг еще не видели этот видеоролик, можете поставить как раз таки этот видос на паузу и посмотреть сначала тот. Ну а здесь мы вместе с вами обсудим список обновлений, потому что есть реально что обсудить, есть что нового вам показать и рассказать. И это по сути, наверное, одна из лучших обнов в этом году, да, потому что эту обнову лично я ждал супер-супер давно. И наконец-таки она появляется. Если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунте установите ему личный такток Team P, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного списка обновлений, пойдем по порядку. Изначальная информация про новые устройства. Первое устройство называется пусковая установка Faust. Это устройство ограничивает дальность полета ракет всего 40 метрами, взамен сокращая время наведения и перезарядку на 50%. В целом должно работать очень интересно. Завтра мы это устройство протестим, ну и посмотрим, как оно себя вообще будет показывать в рамках матчмейкинга. Ну и также появляется еще устройство страйкера с магнитными боеголовками. Это устройство добавляет статус эффект электромагнитный импульс в случае критического урона. То есть это эми статус эффект. Дальше. Пушка магнум, поджигающий, бронебойный и магнитный, все статус эффекты, радиус наложения их сокращен у поджигания, а у бронебойки и у эми он увеличен и равен 10 метрам. Для магнума с поджогом это 100% нерв. Ну а что касаемо бронебойки и эми, эти два устройства станут лучше себя показывать в рамках матчмейкинга. Расходники. Ремкомплект теперь будет доступен с сержанта. Повышенная броня, урон и ускорение тоже повышаются в званиях. А вернее ДАшка понижается на одно звание. И А. ДДшка понижается, ускорение увеличивается. Не знаю, почему сделан такой разброс по расходке, почему нельзя, чтобы вся расходка появлялась в один период времени, то есть по званию. Но ладно, не суть важна, в принципе там на маленьких званиях и так расходка не нужна, так как я сейчас сам без доната своего 2.0 начал прокачивать, если вы вдруг тоже не видели, можете на канале найти видос. Ну и в целом, наверное, нормально. Самое главное обновление, которого я лично ждал, и самое вкусное, что есть у нас здесь, в этом списке обновлений, это обнова с сообщениями в бою в центре экрана о состоянии битвы. Это то, чего не хватало с выходом этой обновы, с изменениями интерфейса. Уменьшено число сообщений и сокращено время их присутствия на экране, чтобы большое количество сообщений одновременно не показывалось и не висело, и не заслоняло экран. Дальше. В боевой лог перенесены сообщения о захвате точки, взятии и потере флага, взятии и потере мяча. А то до этой обновы я гадал, взял я там флаг, не взял, взяли у нас флаг, не взяли, вернули, не вернули, что там происходит. Это, ну, реально очень важная обнова, мега важная обнова, которой очень сильно не хватало. Даже вот относительно недавно у нас у медийной команды была официальная игра, когда флаг лежал в кустах, и Сарат подобрал его, игрок нашей команды, а я не заметил, что он подобрал, меня глюкануло и показалось, что там флаг в кустах остался. А так как иконки нету о подборе флага, то я, соответственно, начал паниковать и подумал, что флаг остался там, а он сам поехал, и по итогу вообще получился мискоммуникейшн очень жесткий. И все это просто из-за того, что по центру экрана не показывается подбор флага, да, то есть максимально простая вещь, но ее не было, соответственно, сейчас она будет, и я этому очень сильно рад. Наверное, в моем понимании даже, наверное, лучшее обновление, которое было за последнее время. Ну и также добавлено мерцание иконки флага и мяча в очках боя, когда мяч или флаг несет игрок. Это тоже старая вещь, которая должна была быть добавлена. В случае, если мяч или флаг оказался на поле, мерцание замедляется. О, тоже новое введение, теперь будет какое-то мерцающее замедление. Пишите, что вы думаете по этому поводу, ждали ли вы эту обнову. Я считаю, что это, ну, то, что орех должен был сделать уже давным-давно, да. И я этому мега рад. Если вы так же рады, как и я, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше. А у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.